Наружные подушки безопасности Наружные подушки безопасности известны давно. Впервые эту технологию серийно применил Volvo V40 в 2012 году. Затем подушки появились на кроссовере Land Rover Discovery Sport и на Subaru Impreso. Но до сих пор наружные подушки выстреливали, чтобы защитить пешеходов. Однако немецкая компания ZF предлагает пересмотреть концепцию и тестирует подушки, которые смягчают столкновения для самого автомобиля и людей, сидящих в нем. Спрятанные под порогом подушки сделаны из прочного материала и выстреливаются мощными пиропатронами. Изюминка системы — это чувствительные датчики, способные не только отличить мчащийся в бок автомобиль от пассажира, открывающего дверь, но и даже исключить ложное срабатывание. Например, если другая машина все-таки остановилась в считанных сантиметрах. ZF твердо намерена довести идею до серийного производства уже в течение трех лет. Создатели уверены, что подушки снизят деформацию кузова на треть, а риск травму пассажиров упадет почти наполовину. Mazda 2 четвертого поколения выпускается уже почти пять лет. Подоспела и рестайлинговая версия. Причем в Японии модель вместо традиционного названия Demio будет носить глобальное имя — Mazda 2. Обновлена внешность и интерьер, расширено оснащение, добавлены новые электронные помощники. На родине хэтчбэк комплектуют двумя моторами — бензиновым и дизельным. Для обоих теперь доступна система рекуперации. Коробки передач, механика или автомат. Причем последний можно купить и с полным приводом. Японские дилеры начнут принимать заказы 12 сентября. А в следующем году хэтчбэк приедет и в Европу с единственным бензиновым мотором 1.5 и мягкой гибридной надстройкой.